В Подмосковье проходит осенний этап московского областного проекта «Театральный поединок». На сцене Люберецкого дворца культуры встретились театр «Подмастерия» из Подольска и театральный экспресс детской музыкальной школы номер 2 из Люберец. Мы вас любим! Это последний восьмой поединок, на котором команды поборются за игру в четвертьфинале. Всего в этом году участвуют 32 молодежных коллектива из 29 муниципалитетов Московской области. Городской округ Люберцы в проекте представили театральная студия «Образ» и команда музыкальной школы номер 2 «Театральный экспресс». Они обожают все эти раунды. Они каждый раз просят, а можно мы сегодня сделаем скульптурный раунд на занятия, а можно мы сегодня в предметный раунд поиграем. В общем, дети просто в восторге от всего, что происходит. Они обожают и образовательную программу этого проекта, и сами поединки. В «Театральном экспрессе» занимаются 30 детей. На поединок отобрали самых смекалистых. Ян Мельченко и Дарья Ермолаева участвуют в проекте. Второй раз. У тебя появляются какие-то новые знания. Здесь очень круто. Мне здесь очень нравится. Мне очень нравится участвовать в этом проекте. Ну, здесь очень классная комьюнити вообще. В принципе, здесь очень классная. Каждый раунд состоит из заданий в виде игровой импровизации. Команды состязаются в остроумии, находчивости и непредсказуемости. Во время поединка разыгрывают различные ситуации, многие из которых придумывают зрители. Как там красиво. Ты посмотри, какие звезды. А ты назовешь ли в поле в честь меня? В одном из раундов зрители и члены жюри увидели телескоп, свечу, танк, штангу и другие предметы, которые показывали конкурсанты, обыгрывает УБУС. В другом состязании ребятам предстояло описать предмет, не называя его. По мнению директора проекта «Театральный поединок», конкурсные и образовательные программы, мастер-классы, пошли им на пользу. То, что мы используем при подготовке ребят, все эти тренинговые упражнения и вообще сама импровизация, это все полезно для жизни. Выходя на сцену, перед зрителем, большим залом, у вас очень большой зал, конечно, они очень все переживают, волнуются, но вот это волнение, оно как раз такое полезное. В том плане, что ты работаешь с этим волнением, а дальше ты уже спокойно общаешься с любыми людьми, любого ранга, любого возраста. В четвертьфинал с небольшим отрывом вырвался Театр Подмастерья, но на этом поединок не заканчивается. Все команды встретятся в финале 3 декабря в Московском губернском театре. Здесь финалисты сразятся за первое место, а также состоится галоконцерт. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.